Деревенька входит в ваши дома. А значит, в ближайшие 20 минут скучно уж точно не будет. Предлагаю посмотреть, что интересненького сегодня мы для вас приготовили. Этот автомобиль оснащен емкостью на 1000 литров. Специальный стоит компрессор у нас, который размешивает в емкости разные химикаты. Чистота, залог здоровья телят и поросят. Новые дезинфекторы закупили в каждый район области. Для любого дерева должен быть сразу центральный проводник. Вот, сразу мы его определяем, вот он растет. От которого уже идут плодовые и скелетные ветви. Готовим яблони к богатому урожаю. За эксклюзивными советами деревенька обратилась к опытным садоводам. На соревнованиях нужно пройти все ворота, поплачь в них правильно. Самое сложное – это боковые ворота и зайти в док. Судостроительная верфь в миниатюре. Как школьники из Горецкого района вдали от моря мастерят корабли и катера. Чистота, залог здоровья и не только для человека. Чтобы животные в хозяйствах не болели, их жилище регулярно необходимо обрабатывать специальным раствором. Для этого закупили новые дезинфекторы по одному в каждый район. Кроме самой дезинфекции, агрегат может и помещение побелить, и животных от разных болезней обработать. Значит, здесь у нас есть противогаз для работы и специальные очки. На мне одет специальный химозащитный костюм для работы с химикатами. Михаил Богомолов точно знает, как нужно защищать себя от химикатов. Свою первую дезинфекционную установку Комарова, сокращенно ДУГ, получил в 2012-м. Этот агрегат от предыдущего ничем не отличается. И все же новый есть новый. Этот автомобиль оснащен емкостью на 1000 литров. Специальный стоит компрессор у нас, который размешивают в емкости разные химикаты. Также есть небольшие емкости тоже для химикатов. Работать на ДУГе можно даже при низких температурах. Есть печка для подогрева химического раствора. Дезинфекцию на ферме Теса Кировского района проводят ежемесячно. В сараях, где подрастает молодняк, такая санитарная обработка особенно необходима. Чтобы продезинфицировать вот такое помещение, понадобится полтора-два часа. В это время телята гуляют на свежем воздухе. Тут телята, начиная с 20 дней до 6 месяцев стоят. Это группа, можно сказать, проблемная. Это телята, которые маленькие, постоянно идут проблемы, что у нас на сегодняшний день какие проблемы? Негорсные заболевания. Поэтому мы периодически 20 раза в месяц приходит ДУГ и производим дезинфекцию. Это вирусные в основном заболевания. Обработка этого сарая обойдется хозяйству примерно в 600 тысяч рублей. Это только труд специалиста и затраты на автомобильное топливо. Химикаты же за счет государства. Чтобы провести дезинфекцию хозяйством, достаточно сделать заявку ветеринарам. Если специалисты обнаружат инфекцию на частных подворьях, ДУГ можно использовать и там. Наша Могилевская область, в частности, имеет возможность благодаря созданному эпизотическому благополучию, благодаря поддержанию эпизотического благополучия, беспрепятственно экспортировать свою продукцию, в частности, в Российскую Федерацию. И роль от этого, конечно, ее трудно переоценить. А это благодаря тому, что проводятся своевременно и качественно соответственные дезинфекционные работы, в том числе и с помощью вот этих вот автомобилей, которые у нас есть. Теперь в Могилевской области 42 таких автомобиля. По два в каждом районе. Среди хозяйства Дукин расхват. Ведь во многом с их помощью возможно вырастить здоровых телят и поросят. Год гостеприимства обязывает агроэкоусадьбы держать марку. Их, кстати, на Могилевщине порядка 160. В бизнесе лишь те, кто готов оказывать качественные услуги. Вот, например, усадьба Рыбацкое подворье в Дребенском районе. Недаром признана лучшей в номинации «Зеленая усадьба». Ее хозяин уж точно знает секрет гостеприимства и охотно им поделился с деревенькой. Усадьба Рыбацкое подворье на момент приезда встретила нас дождем и хмурым небом. Зато радушный хозяин принимает тепло. Владимир Андреевич показывает хоромы, где люди, уставшие от городской стуеты и пыли, отдыхают, как говорится, и душой, и телом. Сделано все простенько, но со вкусом. Поскольку мать у меня, ну, народная умелица, и вот у нее много вот этого всего, я буду вот эту комнату, ну, более оформлять так в народном стиле. А вот можете посмотреть, какая рыба у меня ловится. Вот это один из рыбаков, вот оставил на память свою фотографию. Это что за она такая рыба? Это кара. В прошлом году Рыбацкое подворье получило звание «Зеленой усадьбы Могилевщины». И неспроста фишка усадьбы Андреевича – эко-туризм в чистом виде. Телевизора у меня нету. Почему объясняю? Потому что его никто не хочет смотреть. В основном люди едут не телевизор смотреть, а общаться с природой и уединиться. Кстати, Рыбацкое подворье потому так и называется, что для любителей рыбной ловли здесь все условия. Тут вам и домик рыбака, и лодки, а уж рыбы не счесть. На озере в 44 гектара хозяин сам зарыбление проводил. В выводе тут можно не только карпа, но и толстолобика, щуку, окуня. Рыбы разные достаточно. Но одно только условие – надо уметь просто ловить. Не только найти погоду, давление и прочее, а просто уметь узнать, как обращаться со снастями. Ну вот эта баня, вот это озеро у меня тоже спросом пользуются. Активно проезжает отдыхать народ. В основном попариться и побыть на природе. В прошлом году усадьба приняла более полутысячи туристов. География посетителей – от Москвы до Курил и Алтая. Секрет гостеприимства прост. Общение – это не то, что он приехал, закрылся в доме и сидит. Я и на лодке привезу, и покажу, где грибные места, где ягоды можно оторвать. Пожалуйста, они могут ко мне в дом зайти. Можем посидеть, чаю попить, пообщаться. Некоторые, даже им общение больше нравится, чем даже на том же улице побывать. Нынешний год гостеприимства обязывает работать еще лучше. И удивлять, у Андреевича уже есть идеи. О них деревенька расскажет позже. Сочные, наливные, именно такие яблочки вырастают в СПК «Рассвет имени Орловского» каждую осень. Но чтобы урожай был богатым и качественным, деревья нужно подготовить еще весной. Как это сделать, нам рассказали в хозяйстве. Обрезка яблонь – штука непростая. Важно не только уметь ловко орудовать садовыми ножницами, но и подходить к этому процессу со знанием дела. Для любого дерева должен быть сразу центральный проводник. Вот, сразу мы его определяем, вот он растет, от которого уже идут плодовые и скелетные ветви. Плодовые ветки растут горизонтально, скелетные – вертикально. На них яблок нет. Прежде всего убираем все острые углы. Вот что растет конкуренты центрального проводника. Мы убираем их. Чтобы прическа у яблони была по всем садоводческим стандартам, не забывайте о принципе горизонтальности. Все должно быть эстетично. Потом смотрим, вот идет ветка тоже. Растет, вверх пошла, скелетная. Но здесь есть мертвая почка. То есть, если мы на нее обрезаем, она пробуждается, и от нее уже отходит плодовая ветка. Уже на следующий год будет нормальная плодовая веточка. Кстати, ветки в хозяйстве не выбрасывают. Им нашли рациональное применение. Сжигаем, стараемся в мае, когда будет цветение сада, чтобы если вдруг морозы, то немножко дымом, как водится, развеять мороз. Вот так. Не забудьте побелить штамбы. Это защитит ваши деревья от грызунов и солнечных ожогов. Красить можно побелкой или специальной краской. Она, кстати, более эффективная. Деревенька советует прислушаться к опытным садоводам. Ведь в минувшем году в яблоневом хозяйстве СПК «Рассвет» имени Орловского собрали аж 1930 тонн ароматных фруктов. А в этом планирую добавить еще как минимум 300. Ежегодно сад растет. Пока эти яблоньки не более 80 сантиметров в высоту, но через несколько лет они смогут давать плоды вкусные, сочные и ароматные. На девятый день после Пасхи Радоницу вспоминают усопших родственников. Естественно, к этому дню кладбище приводят в порядок. Сельские советы, коммунальные службы и местные жители вывозят мусор, подкрашивают ограды. Старое кладбище в деревне Фащевка Шкловского района известно на всю округу. А виной всему вот этот памятник архитектуры. Святого Суплициана, что смотрит с колонной часовни, в народе прозвали Фащевский елупень. Раньше проезжих пугал, сейчас за чистотой следит. Мусор с кладбища сельсовет вывез и по просьбе сельчан привез машины песка. Приятно, когда придешь на кладбище к могилкам, чисто все убрано. Стараюсь, чтобы все так было заведено, не нам и заведено, говорится. Предки наши убирали, мы убираем за нашими могилами, за всеми. А это еще одно кладбище в деревне Фащевка. Рабочие третий день пилят и по кусочкам выносят старый тополь. Кран приезжал, 20-детонник, он не взял его. Куски только отрезал и все. Больше метров в диаметре. Пилы не хватает, чтобы прорезать. Порядок здесь давно наведен, говорит председатель сельсовета Григорий Крупенько. Люди убрали могилы своих предков, провели субботник, вместе благоустроили территорию. С деревом работы внеплановые. Никто не прогнозировал, ни ветра, ничего не было, оно упало резко еще. Прошлось убирать. Потревожило один крест, сломало, ну и пять оград повредило. Ну практически одна ограда, которая люди есть, а те уже старые ограды, которые уже не в тихо не прокурат. Трудятся, по-видимому, убирать их. Они уже никого не нужны, чтобы легче на будущее проводить работу. Фащевка, кстати, агрогородок, где живут в основном католики. Однако православную радонницу отмечают здесь всегда. Но чтобы навести чистоту, поводов не нужно. К тому же фащевский елопень не дремлет, заметит грязь и будет недоволен. Да и деревенька также ратует за чистоту. В агрогородке Горы живут настоящие кораблестроители. Вдали от моря местные школьники мастерят и военные корабли, и прогулочные катера. Если захотят, даже крейсер «Аврору» построить смогут. Единственное отличие от оригинала – миниатюрный размер. И так предлагаю отправиться в небольшое плавание. Курс держим на Горецкий район. Сначала установили приемник и аккумулятор внутрь модели. И вот у спортсмена уже передатчик. Маленький кораблик «Вячеслава» пытается покорить разбушевавшуюся стихию. В условиях такого пусть и мини-шторма важна не только надежность самого судна, но и управленческое мастерство капитана корабля. Хорошее зрение и ловкость будут только на руку. Погода должна быть хорошей. Желательно, чтобы не было волны. На соревнованиях нужно пройти все ворота, попасть в них правильно. Самое сложное – это боковые ворота и зайти в док. Но прежде чем кораблю покорится водная гладь, его еще надо построить. Сразу скажем, процесс трудоемкий. Это увлечение подвластно только терпеливым, потому в своих учениках Валерий Шикунов воспитывает усердие и трудолюбие. Сначала по чертежам в масштабе изготавливается вот такая балванка с дерева. Это точные обводы корпуса корабля, но уменьшенные в масштабе. Затем выклеивается матрица уже по балванке. Выклеена матрица. По матрице выклеивается корпус. Корпус выклеивается. Это выклеивается, используется эпоксидный клей и с цикловками. Далее в ход идут пластмасса, металл, жесть. Так строится палуба и рубка. На изготовление вот этого судна Никита потратил ни много ни мало – два с половиной года. В судомоделировании парнишка семь лет уже может и победами похвастаться, в том числе и на республиканских соревнованиях. Это патрульный катер, который патрулирует границу на море. На этой рубке сама находится больше деталей. И вот они мелкие, вот такие вот. Рубка, она делалась из самой жести. Она сгибалась, спаивалась. И нужно ее было подогнать под точный размер, чтобы все размеры по бокам везде подходили, и чтобы она хорошо садилась на корабль. От таких мелочей зависит не только внешний вид судна, но и его быстроходность, и, как следствие, победа. Каждая модель подбирается под конкретного ребенка. Но ученики приходят и уходят. Этой субмарине пока не суждено отправиться в свое плавание. Корпус сделан, редуктор сделан, рульи сделаны уже. То есть желание было, конечно, построить подводную лодку. В ближайших планах у горских школьников участие в республиканских соревнованиях. А вот у Валерия Шукунова мечта другая. До пенсии еще мне 10 лет. Поэтому, чтобы окончить те модели, которые я задал. Деревеньке остается пожелать ребятам спокойной воды и семь футов под килем. А их наставнику терпение и новых творческих идей. На семь деревенька откланивается на две недели. Но я времени зря терять не буду. Отправлюсь в путешествие по Могилевской глубинке, чтобы вскоре порадовать вас свежими новостями и знакомством с интересными людьми. Желаю плодотворно потрудиться в будни и, конечно же, хорошо отдохнуть в выходные. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok